Сейчас мы не будем видеть таких красивых структур, только трещины, заполненные зелеными, черными минералами, турмалином, эпидотом, да какие-то разломчики и однородную лаву. То есть это мощный лавый поток. В качестве экскурсовода сам директор Института геологии Карельского научного центра Российской академии наук Сергей Светов. Он ведет гостей снизу вверх, показывая и грамотно расшифровывая послания древнего вулкана. Его открыли карельские ученые более 50 лет назад, случайно, во время остановки на перекус. Все знали, что это габроиды, это породы такие массивные, интрузивные, не очень интересные. Они хотели попить чай, посмотреть, что это, и когда они спустились ниже, то они увидели уникальные структуры, которые напомнили им совсем недавно, наблюдаемые на Камчатке. Сергей Светов сам активно популяризирует знания о геологии Карелии, привлекает к этому и своих сотрудников. Он считает, что рассказывать надо не мистические, а достоверные факты. Делать это могут и местные экскурсоводы. А в этот день ученые работали в научной лаборатории под открытым небом. Здесь мы показываем, что мы можем получить после обработки минералов, как мы это используем в быту. То есть мы показываем, допустим, что слюда – это минерал, который мы можем использовать при изготовлении минеральной пудры. Тальк – минерал, который для нас привычен к детской присыпке. Это внутренний мир камня, потому что многие подходят и думают, что ну вот, это камни, мы смотрим камни. А на самом деле нет, это минералы, из которых как раз таки состоят камни. Специально сюда приехали, потому что очень интересны наши минералы. Просто исключительно интересны. Даже вот этот минерал, не могу вспомнить, как называется, видела на берегу Белого моря. Приезжаешь на вулкан, там же разнообразие, гамма цветов разных минералов. А что есть что, ну, просто интересно знать для себя и внукам рассказать. По крайней мере, хоть что-то. Коллекцию минералов, собранных в Кандапожском районе, можно теперь увидеть в новом музее. Он появился на территории парка в прошлом году. Уникальный бонус этого дня – там с экспозицией гостей знакомили сотрудники музея геологии Декембрия Института геологии. А на площадке входной зоны парка состоялся концерт. Его подготовили местные творческие коллективы. Наталья Кузьмина, Светлана Воробьева, Варвара Ермоленко. Служба новостей. Поселок Гирвас, Кандапожский район. Поселок Гирвас, Кандапожский район.